В борьбе с пережитками прошлого поможет сплоченность. Именно синхронная работа представителей власти и общественности может кардинально решить проблему хаотичной торговли в сургутских дворах. Решение о том, что в нашем городе нет места для всевозможных киосков, было принято давно. Его, кстати, зафиксировали в правилах по благоустройству, однако моментально избавиться от движимых объектов торговли не удалось. На территории города, на придомовой территории находятся 175 торговых объектов. На сегодняшний день нами отработано сургутскими городскими электрическими сетями в части подключения данных движимых объектов к сетям по нескольким вопросам. Первое. Не подключать ни капитальные, ни стационарные объекты торговли к инженерным системам электроснабжения и расторгнуть существующие договоры при отсутствии документов и условий, предусмотренных пунктом 3.10.4 решения Думы города о правилах благоустройства. К сожалению, по-прежнему в решении этой задачи нет определенного локомотива, той структуры, которая бы вела борьбу в авангарде. Хотя по логике вещей командовать парадом могли бы управляющие компании, которые, кстати, и обслуживают территории. На депутатском комитете о своей работе в данном направлении читался ДЭС Восточного жилого района. За пять лет на его территории количество киосков сократилось вдвое. Разные пути были по сносу киосков. То есть первый путь это мы вызывали, беседовали и предлагали им альтернативу расположения места киосков, предлагали места общего пользования, то есть подвальное помещение, где мы им помогали в проведении собраний и так далее, и так далее. То есть мы, когда находили точку соприкосновения и собственники соглашались, то есть мы эту работу проводили с ним в части собраний. Дальше мы помогали собственникам по вывозу этих киосков, то есть предлагали, мы будем говорить честно, открытым текстом, бесплатно вывезти киоск. Но такое поступательное движение ведут далеко не все управляющие компании. Более того, в поисках выгоды зачастую коммунальщики идут навстречу бизнесменам вопреки городским законам. В первую очередь управляющие компании допускают размещение на придомовых территориях этих киосков. Кто заключал договоры? Управляющие компании. У меня на заседании административной комиссии частенько рассматриваются вопросы, вот именно по размещению киосков на придомовых территориях, где имеется при рассмотрении дела, имеются факты установления заключения договоров между управляющими компанией и вот этими индивидуальными предпринимателями, либо юридическими лицами после июня 2013 года, то есть после того, как вы приняли правила благоустройства. То есть управляющие компании, зная, что они нарушают закон, они заключают эти договоры. Депутаты предложили систематизировать работу по борьбе с киосками и максимально вовлечь в процесс различные органы власти, Роспотребнадзор, полицию. Ведь не секрет, что движимые объекты торговли функционируют, нарушая многие действующие нормы. Для оптимизации процесса прозвучала идея создания рабочей схемы по адресной отработке вопроса по каждому объекту. Давайте сделаем такой же список и депутатам будущей думы передадим его. Сделаем список конкретный и максимально в эту таблицу будем добавлять. Только общественным и административным давлением этот вопрос не решить. Безусловно, необходимо подключать и население, которое формирует спрос на товары, киосков. Как говорится, человек голосует рублем. И раз нестационарные объекты торговли продолжают появляться во дворах, значит это как минимум рентабельно. Дмитрий Круковец, Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.